Еле выпихнула из кадра секретаршу Тимоти. Ну что такое, Тим? А я думала, как скромный человек. Нет, 33 блондинки, ноги от ушей. Что это? Это всё не я. Это не твоя? Они сами пришли. Это наши. А, они сами за тобой хвостом. Тимоти, как я и обещала, появился у нас здесь. Вам даже не придётся ни от чего отказываться. Просто берите и наслаждайтесь. Да, пока я здесь, пока у вас есть возможность. Здесь на РУ-ТВ. Ваш брат Тимоти, он же мистер Блэк Стар. Е. Мне всегда было смешно, да, когда ты это говоришь, но я хотела проверить, вживую так же будет или нет. Так же. Пишите свои вопросы. Ты на любые отвечаешь или есть какие-то интимные, там, что прям никак нельзя. Отвечу на все вопросы, обещаю. Даже про татуировки. Говорить правду, правду и ничего, кроме правды. Библию достань. Не оберегай. Библию у него, мне кажется, в шапке. Так, 5742, 5743 номера для смс. Можно позвонить. Ты не против, если тебе кто-нибудь позвонит? Я только за. О, класс. Лень-лень-лень. Лень-лень-лень. Звоните, в смысле. А, класс. Это шутка номер два за сегодня. Тим, привет. Snoop Dogg это четко, когда уже 50 Cent потянешь. На самом деле, буквально на днях, через 4 дня выходит мой совместный трек с PDD и Dirty Money, называется On You. И вы увидите клип на эту песню через 2 недели. Ну, а 50 Cent, видимо, и Kanye West, и Jay-Z. И мы оставим всех их на следующий год. Я просто пыталась повторить твои телодвижения. Поняла, что не успела. Есть вопросы. Вот это что значит? Как? Ну, какой-то есть базовый элемент, чтобы я один хотя бы выполняла? Давай вот так хотя бы. Блин, господи. И вперед ручка. Молодец. На колок, правда, у меня нет. Так что, коряв. Ну, ладно. Так, у нас сегодня тема. Тима, Ти. А к тебе как обращаться вообще? Как к Тимати или к Тимуру? Как по кайфу. Тимур. Тимурка, скажи, пожалуйста, вот у нас вопрос. От чего приходилось отказываться? Были такие ситуации, когда тебе нужно прям... Вот хочешь ты, но пришлось отказаться. Да, было достаточно много ситуаций в моей жизни, когда мне приходилось от чего-либо отказываться. В начале моей карьеры я не мог позволить себе пятизвездочные люксы, первый класс, бизнес-класс. В начале своей карьеры у меня не было машины, я передвигался на метро. Я от этого отказывался, потому что не мог себе позволить. А сейчас ты в метро спускаешься? Сейчас только когда страшная пробка, мне очень сильно нужно куда-то добраться. Я спускаюсь в метро, но последний раз это было где-то месяцев шесть назад. Давно я не спускался. Ну и как реагируют? Тебя узнают? Нет. Я так и знала. Нет. Я просто смотрела как-то раз интервью Султыковой. Ирина Султыкова, да, она говорила. Ой, вы знаете, я на улицу не могу выйти, просто я выхожу, делаю два шага, меня разрывают буквально на часть. И в итоге ее высадили где-то в центре Москвы. За час прогулки ни один не подошел и не спросил, вы Ирина? Вот поэтому я спросила у Тимати. Ну, я хочу, чтобы с тобой такого не было. Ты знаешь, пусть тебя узнают. Ну, хотя бы кто-то. Сегодня это я была. Я и наш Димка режиссер. И с каждым днем все больше и больше. Ладно? Дай бог, иншалла. Шалла. Не, шалла это другое. А, другое? Серьезно? В общем, я буду ждать, вы ждите, а я пока с Тимати обсужу, на каком языке говорить буду. Хотела просто спросить, я на самом деле рассматриваю мех, из чего эта шапка? Без понятия. То есть это не шиншилла, та, которую ты подарила? Нет, это не шиншилла точно. Это не шиншилла, да? Какой мех, не знаю, но какой там. Гринпис, не расстреливайте меня, не ждите меня у РУ-ТВ. Это понятно, да. Но я читала, что ты тут недавно шиншилловый жилетик подарил Пафу Дэдди. Да, я думал, что такое подарить Пафе, чтобы ему понравилось, чтобы это было чисто его темно. И тут мимо бежала шиншилла. И я заказал у компании Ниоли целую шиншилловую жилетку с капюшоном. Да? Какого цвета? Ну, классическая серая, серая с черными и белыми вкрапнули. Тимати на спине, молодец? Нет. Слушай, ну зря прям было бы круто, представляешь? Мне кажется, это тема для хип-хоп-исполнителей носить дорогой мех. А поскольку шиншилла это практически самый дорогой в мире мех, поэтому трогай, трогай. Трогай, трогаешь. Самый дорогой мех. А вообще есть традиция у рэперов дарить какой-нибудь, знаешь, нереальный подарок? Ты поэтому же шиншиллы подарил, да? Ну, все дарят друг другу какие-то дорогие подарки, если могут все это позволить. Часы, машины, шутки, бриллианты. Только девушки. А, нет, я имею в виду коллегам рыберам. Коллегам нет. А тебе нет? Пока обошлось шиншиллы. Мне пока тоже нет. Ммм, как обидно. Галь, администратор наш, она мне обещала связать что-нибудь для тебя, я не умею. Мы только начали, мы только начали, все еще предстоит. А простые подарки ты принимаешь или нет? Вот если мы тебе что-нибудь сделаем своими руками, говорят же, что лучше. Мне будет очень приятно. Серьезно? Я буду очень сильно польщен и, конечно же, заберу это домой. У меня есть в офисе специальный отсек, как музей Поле Чудес. Да? Я там собираю поделки, да, фан-клубов, всякие штучки такие. Это комната или коробочка? Это большая достаточно комната. Я думаю, что квадратов 80, где все это хранится и пополняется. У меня там разные картины, поделки, статуэтки, видеоинсталляции, какие-то магнитные штаны. А расстра, даже не хочешь устроить? Нет, это вот музей истории. Ну, наверное, скоро и билеты продавать будешь. Может быть, да, открою такой мини-Тимоти-Лэнд. О, а давай мы тебе рекламу сделаем на нашем канале. Музей Тимоти. Слушай, круто. Нару ТВ. Да, ты сейчас можешь посмотреть, кстати, наш рекламный блог. Акция «Отправь подделку». Подделка. Под не подделку, отправь подделку Тимоти и попади в эфир. Лучшая подделка месяца, она будет специально призма Ту ТВ. Пишите слово «шапка» на 5742-подделка и попадете в музей Тимоти. Мы с Галей уже записались. Реклама надо. Смотри. Ну ладно, говорю первое. Мы просто поспорили. Держи шапку. Поспорили, кто первый проговорится. Ну и что мне можно? Слушай, я девочка. Вопросов нет. Вопросов нет. Зато есть вопросы у зрителей. Привет, крутой Тимоти. Набери мне. Очень надо. Как написано? 3-2-2-2-3-3-3-3-2-2-2-2-3-3. Не, ну могу позвонить вообще? Ну конечно. Позвонишь? Ну, позже. Ну, безусловно. Обещаю. Врет. Врет все, врет. Ты постоянно врет, да? Все у нас знают. Я все знаю, у тебя на лбу написано, что я наблана, я самый крутой чувак. Да? Нет. Нет? У меня написано на лбу, я позвоню тебе после эфира. Жди, детка. Серьезно? Так она сейчас там в истерике. Позвони Артуру. О, Пирожкову? Ну конечно. А темноте Артур Пирожкову? Да, очень забавный тип, на самом деле. Мне нравится его творчество. Я с огромным удовольствием ржу у телевизора каждый раз, когда вижу его видео. И особенно, когда вижу его перформансы в рамках комедиклаба. Действительно, он достойно выступает. Очень смешно. А тебе не кажется, что вообще приходит новое время таких стебных клипов, когда люди не просто слушают песни и смотрят клипы, а еще и ржут? Ты не хочешь, что-то смотрят? Просто есть такой жанр, он у нас отсутствовал. Это такой саркастический комедийный франер музыки. У нас этот сегмент практически на нуле. Где-то периодически Паша Воля это делает. Сейчас Артур Пирожков. Что касается меня, то вряд ли. А почему? Ты не любишь смеяться на себя? Ну как-то у меня все посерьезнее. Ты представляешь в боковых пеленках, как ты любишь говорить? Ну прям стеб, нет? Нет, у меня как-то все более серьезно. У меня другой немножко сегмент, другая направленность, поэтому спускаться в раздел юмора – это не мое. Каждый должен заниматься своим. А, то есть юмор, он ниже? Он не то чтобы ниже, но он менее серьезен. Вот у меня как-то вот более серьезное позиционирование, нежели чем юмор. Странно, что ты не в галстуке, Тимати. Да? В колумбийском? В колумбийском можно. Ты не обижаешься на меня? Нет, конечно. Как я могу. Классно, здорово, мне нравится. Тим, у тебя вообще хорошая. Я думала, он зайдет такой, знаете, хам с пушкой. У тебя пушка есть? Вот она, вот, вот, вот. Двустолочка. Она врет. Теперь она врет. Теперь у нас один-один. Ладно, вопрос. Привет, Тимур. Это правда, что у тебя дедушка из деревни ИСЕРГАП? ИСЕРГАП? Нет, у меня где-то пять поколений моей семьи все жили в Москве. То есть и дед мой родился в Москве, и его дед родился в Москве. То есть мой дедушка в Москве родился, и я в Москве сам. То есть это не твой дедушка? Слухи про деревню, они немножко утрированы. А, ты сейчас сразу такой, я не из деревни, у меня тут вообще пять поколений москвичей. Ну, так и есть. Я москвич, до конца дней представляю свой родной, любимый город, куда бы я ни приехал. I'm from Moscow. А, ну, ладно, я больше не буду. Я не москвич, я понаехали тут, поставлю тебе. Понаехали, понаехали. Давай еще наесть на меня, слышь? Понаехали. Таню я тебе поставлю, вот тебе и Гага. Смотри. Мам, включай, пожалуйста. Да, я обзваниваю сейчас всех своих друзей, так же, как и Тимати, пять минут назад. Чтобы они посмотрели эфир. Все-таки я стою рядом с очень авторитетным человеком. С человеком, который буквально давит своим авторитетом. Подави на меня. О, давит. Задавил. Слушай, ну это, конечно, долго тебе обойдется. Давить ведущих на телеканале РУ-ТВ, ну это вообще беспредел. Морально и материально. Материально. Ну ладно, это мы обсудим. Тимати, чтобы не было в жизни, стремись только вперед, Маргарита. Да, сэр. Привет всем. Тимати, скажи, пожалуйста, во сколько лет... Во сколько лет ты сделал первую татушку? Первую татуровку я сделал, когда мне было 13 лет. Так серьезно начал об этом говорить, как будто прям, я не знаю, что... В 13 лет я сделал первую. А что это за татуровку? Адрес, адрес, потому что я забывал. На руке. Да, вот здесь вот, на руке, на плече у меня дракон. А, это первая, да? А из последнего что? Вот здесь вот. Женщина-клоун. Женщина-клоун, бабочка, чей-то адрес и номер телефона. Ну, чтобы не забыть. Я понимаю, да? Тимати, я очень люблю твое творчество. Расскажи, пожалуйста, с кем дуэтом планируешь спеть? Ира Маузер из Белоруссии. Ты знаешь такого? Конечно. Серьезно? Ну, конечно. Я всех знаю. Всех из Белоруссии? И самое главное, что все знают меня, что тоже важно. Поэтому расскажу всем тем, кто интересуется. Моя самая большая пока в жизни работа состоялась буквально месяц назад. Это совместный трек с Пи Диди, он же Пав Дэдди. Мы сняли замечательный видеоклип, который снял Паша Худяков. Моя любимая директор, видеодиректор. Снимали частично в Майами, частично в Лос-Анджелесе. Трек называется «On You». Как перевести «I'm on you»? Я даже не знаю, это «Ты мне нравишься», «Я от тебя без ума». Вот так вот. Такая замечательная романтическая песня, хорошая. Вот поэтому самый мой большой фичеринг и совместная работа выйдет на экраны буквально через две недели, а песню вы через четыре дня уже услышите в интернете. А со Snoop Dog'ом у тебя было что-то? Было что-то, да, был совместный трек. И какое место в своей жизни играли? Был совместный трек «Groon». Ну, это моя первая, самая большая, такая вот глобальная, международная работа, поэтому я был очень горд, когда ее сделал, запустил. Это моя некая визитная карточка на Западе, потому что в Штатах и в Европе меня широко стали знать именно после сингла со Snoop Dog'ом. То есть, когда тебя видели, говорили, «О, это тот, который со Snoop Dog'ом в карты играл». Ну, поначалу так. Сейчас уже, когда практически подавляющее большинство музыкальных каналов и радиостанций европейских берет наши треки, ставит наши видео, уже все знают, как зовут того самого парня, который сделал это со Snoop Dog'ом. Серьезно? А ты в азартные игры играешь? Нет. Это принципиально или не умеешь? Да, принципиально. Не хочу расходовать свою удачу на карты, рулетку и так далее. Она мне пригодится в других местах. Я не буду спрашивать, в каких местах. Я покраснела. Юлию Савичеву любишь? Юлию Савичеву? Ну, это немножко не моя музыка, но как артистку я, конечно же, ее уважаю. Кстати, передаю большой респект Юлии Савичевой за то, что она записала трек с артистом лейбла Black Star Inc. с Джиганом. Их совместную работу вы тоже увидите буквально после Нового года. Они только что, только вчера вернулись из Калининграда, где совместно снимали клип Джигана Юлии Савичевой. Чем мне нравятся восточные люди? Мы с тобой вот всегда за родственников, за друзей. Никогда не забываем сказать... Семья. Прежде всего. Это главное, да. Юлию Савичеву, если видишь, огромное спасибо за тот клип, который сейчас вместе и посмотрим. Дили и Тимоти. Я же не умею. Ты должен вот так... Оп, оп, оп. Так, оп. Я так не могу. Ногами что-нибудь, сможешь показать? Ногами? Да. Неприличную фигуру он сейчас нарисовал ногами. Ирландские танцы. Ну, я старался. Слушай, а вообще, мне кажется, мы стали похожи. Да? Да. Нет? Сросшиеся брови. Ну, задоксом тебя, конечно. Не тот, что мой, но в принципе... Ну, есть что-то, да, вообще такие темненькие. Горячие. Горячие, да. И в солярии не ходят. Так, привет, ребят, вы супер. Про солярию я теперь угнула полку, нет? Нет? Нормально. А, ты про вы супер, да? Нормально. Присылайте ваше мнение на ленту Ру ТВ по поводу того, смотримся мы вместе или нет. Каков вообще процент? Не по поводу того, кто из нас супер, я все-таки хочу перетянуть для себя одеяло. То есть, Тимати считает, что все-таки на его фоне... Если вы считаете, что я супер, то присылайте сообщение на короткий номер. А если я супер, то на длинный номер. Если вы считаете, что Диля супер, не присылайте смс вообще. В конце мы подведем итоги. Типа, брат. Короткий и длинный, это, конечно, круто. Ладно. Так, ну вы супер, я не дочитала. Тимати, у тебя есть девушка? Надюша из Воронежа спрашивает. Надюша уже завидует, видишь? Ну, конечно. Да не может быть. Серьезно? Ну, конечно. Тим, чего тебе не хватает для абсолютного счастья, спрашивает Александр. Ну, я считаю, что счастье это вообще не длинный, не долгосрочный период. Это некоторый такой вот короткий момент, который нужно ощутить, насладиться им и дальше продолжать быть в погоне за каким-то новым счастьем. Как гласит восточная философия, нужно искать Буду, найдя Буду, нужно его убить, идти искать нового. То есть вот так вот, как-то поэтапно, все как по лестнице. То есть какой-то момент полного блаженства, это, наверное, отказ от всего материального, уход в небытие, медитация, вот как-то так. Не перемудрил, нет? А ты умеешь играть на этих вот штуках? Кстати, можно. О, я придумала тебе кризис. Тувинский губный гармош. Да, слышишь? А есть же эти бабушки, а как они называются, которые на Евровидении выступали? Бабки. Бабушки, бабушки, бабушки. Тувинские, удмуртские бабушки. Веселые бабки, да. Да, ты не хочешь взять какого-нибудь народного колорита? Ты бы мог оленеводу. Представляешь, какой классный клип? Ты где-нибудь в тундре, там, шапка у тебя классная. Я подумал об этом. Нашел пульт. Так, привет, Тимати, классный. Загар! Это не я, Тимати. Ну, это не загар, это просто я такого цвета, сам по себе, в принципе. Можно я проверю? Ну, конечно. Собственного цвета. Ну, я, на самом деле, сразу поняла, что так и есть. Сколько времени подскажешь? Смотри, где. Вот у меня есть в Нью-Йорке, есть в Москве, есть в Лондоне, есть в Токио, есть в Женеве. А там есть 23-45? Есть в Майами. А, вот и 23-45. Вот и 23-45. В Майами 23-45. Спасибо, брат. Смотрим. 10 декабря в Ледовом дворце Санкт-Петербурга состоится концерт в поддержку борьбы с детскими заболеваниями. Так что, если сможете, приезжайте. Будут также Шерон Столл, Моника Белуч. Тянете, Моника Белуч? Угу. А еще будет группа земляне. Мне не нравится. Вот. В общем, приезжайте. Я думаю, что вы сможете поучаствовать в этом. Тем более, что средства поступят на специальный счет, который положит начало в работе этой программы. Кроме того, звездные гости еще и посетят медицинские центры и больницы, где находятся все эти детки. Будут вручать подарки. Начало концерта в 19.00. История благотворительная. Санкт-Петербург. Быть всем. Спасибо. Гонораром все равно не поделюсь. А ты вообще благотворительностью занимаешься? Да. И у меня даже есть в рамках своего лейбла свой небольшой фонд. В основном это благотворительность, относящаяся к детям. И мало того, что когда были события в Беслане, я приезжал к этим детям. Мы встречаемся с разными детскими домами, дарим им игрушки. Сейчас будет Новый год. Мы выпустили целую серию зайцев. Зайцев от Blackstar. А как выглядит зайец от Blackstar? Шоколадный? Для этого надо зайти. Нет. Он такой плюшевый с длинными ушами. И у него очки одеваются, вот так и снимаются. А сзади такой кармашек, куда можно спрятать всякую утварь. Мобильный телефон, помаду, жвачку, ключи и пистолет. Это дети. Это дети. Вот, поэтому огромную партию зайцев в этот Новый год получат разные детские дома от нашего лейбла. Меня в частности обязательно. Спасибо тебе огромное. Детки, ждите. Тимур, прям сразу я изменила свое мнение. Вот вначале бы ты рассказал об этом, я бы сразу прониклась к тебе. Ну, когда ты сам начинаешь рассказывать об этом, это получается как само пиар. Когда тебя об этом спрашивают, ты можешь рассказать. Я пошел бы и сказал, вот ты знаете, я такой хороший. Давай вопросы быстро прочитаем, у нас времени не так много осталось. Тимоти, откуда штанишки такие? Это мне пошила старушка, которая живет в Лондоне с рыжими волосами. Зовут Вивин Вестфуд. Ну, я так и знала. Тимоти, ты бы мог поцеловать Дилю, Алекс спрашивает. Это просто вопрос. Ну вот тебе и мыться придется. Тимур, твои отрицательные качества. Ольга из Калининграда спрашивает. Я очень часто опаздываю. У меня пунктуальность страдает моментами. Да? Угу. Ну ладно. Так, Тимоти, мне интересно, какая у тебя машина и хочу... Ну, это уже даже ребенка. Ну, так и скажем, машина или ребенка. Такой какой-то разброс. Я позвонил. Машину вопрос. Машины разные. На какой ты сейчас приехал? Сейчас приехал на представительского класса новой Audi A8. Понятно. Дальше. Тимоти, ты супер. Ты приедешь в Владивосток на концерт. Мы тебя уважаем. Поставь нам, пожалуйста, сколько стоит любовь. Кстати, я прилетел из города Владивосток буквально два дня назад. Поэтому в ближайшее время не собираюсь, но месяца через три-четыре... Это приятная новость сейчас. Я приеду обязательно. Просто это было какое-то закрытое мероприятие, но город Владивосток должен ждать своего брата с большим общественным сольным концертом в ближайшие три месяца. Вот это сейчас просто пафосно было, мне кажется, немножко, но тем не менее интересно. Тем не менее, правда. Тем не менее, правда. Я предлагаю сейчас поставить работу с твоим братом, Марио. Тебе клип-то нравится, нет? Ой, притворство. Смотрим. Вот мы и узнали поближе Тимати, настолько близко, насколько смогли. Спасибо тебе огромное, что пришел. Я знаю, что ты человек занятой. И пару слов от тебя. Вещай мир. Респект и уважение всем тем, кто смотрел РУ-ТВ. Продолжайте смотреть нас и никуда не переключайтесь. С вами был Адилий и ваш брат Тимати, он же Мистер Блэк Стар. Всех с наступающим 2011 годом. Мир. Пока, добавлю я, и спасибо.